Добрый вечер, дорогие мои коллеги, дорогие наши партнёры. Сегодня вебинар я провожу из Эстонии. У нас немножечко неформальная ситуация. Мы находимся рабочей группой на отдыхе, и в то же время мы работаем параллельно, естественно. Не провести вебинар мы не можем. Но так как сегодня есть мои коллеги и из Эстонии, и из Литвы, то мы решили, что сегодня у нас будет гость. Сейчас основную тему я вам расскажу, и потом мы включим гостей. Я даже не буду сейчас говорить, кто. Пусть это для вас будет интригой. Итак, мы сегодня начинаем опять наш цикл из восьми частей по дубликации. Мне очень приятно, что сегодня есть новые люди, я это точно знаю. Кто ещё ни разу меня не слышал вживую. Меня зовут Любовь Фёдорова. Я региональный куратор Латвии и спикер по дубликациям. Наш цикл по дубликациям мы разделили на восемь частей. В этих восьми частях мы рассказываем о семи основных задачах спонсора. Спонсора, наставника, скажем так, человека, который приглашает в бизнес своих партнёров и помогает им строить и свой бизнес, помогает им делать первые шаги в собственный бизнес, достичь какого-то успеха, потому что мы прекрасно понимаем, что мы как пригласители, как строители своего собственного бизнеса, наш успех зависит и от нашей работы, и от работы наших партнёров. Так, мне выбило запись. Я сейчас ещё раз ставлю. Так, поставила запись. У нас немножечко техническая была неполадка. Итак, сегодня мы рассматриваем первую тему – постановку целей и поговорим о том, что у каждого человека есть своя мечта. И мы всегда думаем, что что нам делать, какие нам шаги делать, как нам прийти к своей мечте. И очень легко будет, легко будет понимать, какие шаги делать, легко будет понимать, как нам к этому приближаться, если мы свою мечту сделаем просто целью. Потому что, зная, как ставить цель, мы будем понимать, по какому пути и как нам нужно идти к своей мечте. И не думать о том, что вот она у нас такая недостижимая, я не знаю, как к ней прийти, а вот реально сделать её целью. И, как говорится, вижу цель, вижу, знаю, как к ней идти. И важно ещё начинать идти к своей мечте, начинать идти к своей цели сразу, сегодня и сейчас. Потому что, если мы будем думать о том, что я завтра начну, я с понедельника начну, может быть, мы будем думать, я начну с первого числа месяца, то, конечно, это нас немножечко, ну, как бы, ну, это нам мешает. И мы всегда будем думать, что сейчас настоящий я, я сейчас ленивый, нетерпеливый, сейчас у меня, возможно, ничего не получится, я вот подготовлюсь, я настроюсь, и тогда всё будет, да? Нет, а вот будущее у меня там, будущее я с первого числа там или ещё с какого-то там с понедельника, вот там я буду точно всё делать, да? То есть это не так. Начинать нужно сегодня и сейчас. Мы сегодня уже настоящие, мы сегодня уже знаем, чего мы хотим, и мы сегодня уже понимаем, как нам к этому идти, потому что если мы будем ставить какие-то такие, можно сказать, мечты, вот мы начинаем мечтать, так, я буду это делать, я буду это делать, а вот с понедельника я, нет, с понедельника у меня не получилось, я буду в какое-то другое время, там попозже, я ещё немножечко подумаю, то каждый день, просыпаясь и понимая, что мы не приближаемся к своей мечте, не приближаемся к своей цели, у нас начинает падать мотивация, и мы, возможно, вот этот понедельник откладываем ещё на неделю, мы, возможно, это первое число говорим, ладно, наступит следующий месяц, там будет первое число, да, то есть у нас падает мотивация, и мы не делаем никакие шаги. А если мы будем продолжать двигаться, и мы понимаем, что вот первое достижение, классно, у меня всё получилось, ставим следующее, второе достижение, вот, и это у меня получилось, да, и это будет нас мотивировать идти к новым достижениям. Как только мы видим результат, нам тут же хочется ставить какую-то цель более, может быть, даже масштабную, более усложнённую, и мы понимаем, что даже в постановке цели есть определённая система. Эта система называется SMART. То есть наша мечта должна быть конкретная, измеримая, достижимая, реалистичная и определена во времени. Сейчас буквально пару слов об этом скажу. То есть что значит конкретно? Если мы, допустим, хотим дать задание своему подчинённому или кому-то, ну вот просто там коллеге дать какое-то задание, мы же ему чётко и конкретно объясним, что он должен будет сделать. То есть какого результата нам нужно добиться, что мы хотим видеть в конечном итоге. Поэтому мы ему конкретно объясняем, что он должен сделать. Точно так же и с целью мы должны чётко понимать, какого результата мы хотим. И поэтому мы её проговариваем, мы её прям видим, да, мы видим эту цель. Мы можем себя представить на том конце, когда эта цель достигнута, и мы можем представить, вот он, этот результат. Даже визуально мы уже можем представить. Если мы можем представить всё, значит мы видим свою цель. Она должна быть измерима. То есть когда будет считаться, что наша цель достигнута? По каким признакам мы поймём, что всё, эту цель мы достигли? То есть мы должны полностью это обговорить, это представить для себя. То есть какой показатель будет нам говорить, что наша цель достигнута? Дальше она должна быть достижимой. То есть загадывая цель, мы полностью понимаем и учитываем все свои ресурсы, все свои возможности. То есть мы не придумываем какой-то воздушный замок и думаем, ну вот пусть оно мне сейчас. Я ведь визуализировала, я же чётко знаю, что должно произойти. Вот как бы я хотела, чтобы это произошло? Вот пусть оно мне с неба упадёт. Нет, так не будет. То есть мы должны понимать, что нашего времени, наших ресурсов, даже, может быть, финансовых или эмоциональных ресурсов, физических наших сил хватит, чтобы выполнить вот это вот задание и прийти к этой цели, которую мы только что себе нарисовали. Наша цель должна быть обязательно значимая. То есть мы должны понимать, какую выгоду она для нас несёт. То есть если нет выгоды, всё, цели нет. Какая будет выгода от этой цели для нас? Что для нас, что поднимет нас, может быть, на какую-то ступень? То есть обязательно она должна быть значимой. Вот если, допустим, сказать, что я бы хотела, вот мне нужна квартира, то мы понимаем, какая выгода. Мне нужно жильё, я хочу купить квартиру, я хочу заработать на неё. Когда мы ставим такую цель, то мы понимаем, всё, она мне очень нужна, эта квартира, мне очень нужно это жильё. Значит, она для нас очень значима, она имеет для нас большое значение. Так и с любой нашей целью. Мы должны понимать, какую выгоду мы получим. Ну и, естественно, она должна быть определена во времени. То есть мы всё равно на каждую цель ставим себе какой-то временной отрезок, в течение которого мы должны достигнуть эту цель. Иначе она будет совершенно размазана, и мы будем эти все шаги делать, но неправильно. И у нас опять начнёт включаться тот фактор откладывания на потом. Ну ладно, подумаешь, но я потом это, попозже это сделаю. Вот мне сейчас нужен определённый шаг сделать. Ну не к спеху же, правильно, но я потом его сделаю. А если она у нас будет поставлена ограниченного времени, то мы сможем сделать весь процесс прохождения пути к цели, мы сможем сделать управляемым, контролируемым. То есть мы можем его контролировать, этот процесс, и на каждом этапе мы понимаем, так, здесь я сделал правильно, здесь я успел, здесь я всё, все шаги сделал. Значит, следующие шаги, следующие, следующие. Вот. Так что я думаю, понятно. Например, можно немножечко другой пример, более такой простой пример, да, конкретный. С чем, допустим, я хочу стать умнее, да. Мы конкретизируем, за счёт чего я в данный момент могу стать умнее. Я буду читать больше книг. Всё, конкретно. Мы будем за счёт чтения становиться умнее. Измеримость. Мы говорим, что читать больше книг, это всё равно растяжимое понятие, да. Если мы напишем, что так, нам нужно прочитать 10 книг. Всё. Мы понимаем, 10 книг. Не каких-то там 100 книг, потому что мы понимаем 100 книг в месяц, но, может быть, это даже нереально. 10 книг – это реально всё. Мы измерили, мы поняли, что нашего ресурса хватит в течение месяца прочитать 10 книг, да. Потому что, смотрите, если мы, допустим, ставим какую-то недостижимую цель, то что получается? Что у нас сначала есть мотивация, потому что мы помечтали, мы помечтали вот это сделать, это, это, это. И, как правило, получается, что на первом этапе там 10 из наших 10 каких-то мечтаний не исполняются, и у нас начинает падать мотивация. Мы сначала мечтаем себе, что-то там представляем, ой, будет здорово, когда это всё вот произойдёт, да. Но если нет конкретики, то у нас начинает падать мотивация. И мы такие, ай, эта система не работает, да. Вот. А если мы будем определять чётко, чётко соответствовать вот этим всем параметрам, как достигать, как ставить эту цель, то, естественно, она будет достижима, мы будем продвигаться, у нас будет мотивация повышаться. Вот. Поэтому, опять-таки, если мы скажем, что мы прочтём за год 20 книг, это будет реально там, или 10 книг, ну, даже, мне кажется, 10 книг, я уже тоже сказала, 10 книг в месяц – это тоже много. Если у нас есть ещё какие-то дела, то этого тоже, наверное, не получится. Вот 20 книг за год – вот это классно, это здорово. То есть мы не придумываем себе что-то, что может нашу мотивацию понизить. Мы там не загадаем 100 книг за год, да, а 20. 20 за год нормально. Вот. То есть, опять-таки, мы видим, что у нас получается, мы разбили, допустим, эти 20 книг примерно по месяцам, и мы смотрим в первый месяц, да, у нас всё получается. Мы там две книги прочитали, всё классно, значит, у меня иду по плану. Следующий месяц. То есть мы можем разбивать эту цель на какие-то маленькие такие подцели, да, по месяцам. Если мы, допустим, что-то загадываем на год, то мы очень чётко проговариваем промежуточные какие-то шаги по месяцу, и это тоже нам помогает приближаться к своей цели, да, если мы разбили на месяц. Вот если у нас, допустим, загадали мы на год, да, как мы говорили о временном отрезке, то разбить по месяцам вот на какие-то части тоже здорово получается. Тогда мы чётко контролируем, получается или не получается, да. То есть вот, допустим, две книги в месяц, как я уже сказала. Вот. Дальше значимость. Но если мы опять-таки говорим про книги, то тогда мы проговариваем, какие именно мы хотим читать книги, потому что мы понимаем, что мы хотим от них получить. Просто какую-то художественную литературу, развлекательную, да, или это будут какие-то книги, допустим, о повышении нашей квалификации или ещё что-нибудь, да. Тогда мы чётко проговариваем, какие книги и о чём мы хотим прочитать. И определённость во времени уже несколько раз я как раз это и зацепила, да, что обязательно мы ограничиваем себя во времени, тогда мы чётко понимаем, да, цель наша достигнута, всё у нас получилось. Далее. И если, допустим, те люди, которые никогда об этом не задумывались, сейчас попробуют чётко по этой системе смарт взять любую свою мечту или любую свою цель, даже ту, к которой вы сейчас идёте, да, и вы сейчас выполняете какие-то шаги определённые, да, то если вы не задумывались об этой системе и сейчас вы попробуете по системе смарт определить, правильно ли она у вас поставлена, то вполне возможно, что что-то где-то вы сможете подкорректировать. В моём случае было именно так. Когда я узнала эту систему, я поняла, на каком этапе я что делаю не так, я подкорректировала и уже с большим пониманием пошла к своей цели. Если мы поговорим о нашей компании, то очень легко привести, допустим, пример с нашими статусами. Допустим, за год я хочу достичь статуса топ-эксперта, да, и вот тут мы чётко можем разбить по месяцам. Мы прекрасно знаем, какие у нас есть промежуточные статусы, да, мы знаем, какие нужны условия для того, чтобы достичь этих статусов. Допустим, берём лидера. Мы понимаем, у нас должно быть 10 прямых сделок. Допустим, за 2 недели мы можем из себя сделать лидера запросто, если мы чётко ставим эту цель и идём к ней, да, то есть если у нас будет 10 прямых сделок за месяц, то, ну, стабильно мы уже станем лидером. Тем более с нашими предложениями, которыми у нас сейчас есть, это сделать очень легко. Дальше мы даём себе ещё какой-то срок для того, чтобы сделать из лидеров, из своих лидеров, вернее, из своих партнёров, выбираем из этих даже 10 каких-то самых сильных, мы помогаем им достичь ранга лидера, а мы знаем, что по маркетингу это очень выгодно, лидер у нас сразу процент бонусов меняет, да, то есть чувствуется очень чувствительно, мы просто консультант или мы уже становимся лидером. То есть мы помогаем своим людям, и таким образом, конечно же, мы сами становимся мастером, берёмся за себя, смотрим, там, хватает или не хватает у нас личных вложений, да, для того, чтобы получить мастера. То есть и так дальше мы расписываем эксперт, тот эксперт. То есть на нашем примере очень легко по месяцам полностью расписать эти шаги. Есть ещё одна очень интересная, так сказать, методика, это методика Брайана Трейси, как метод достижения цели за 12 этапов. Она немножечко перекликается, но вернее не только перекликается, а здесь система смарт обязательно есть, но тут есть кое-что дополнительное, что мне очень понравилось, и мне хочется об этом рассказать немножечко более подробно получается, что, во-первых, то желание, та цель, которую мы ставим, нужно, чтобы было своё, личное, не чужое. То есть мы должны понимать, что именно мы этого хотим. То есть не родители хотят, чтобы мы получили высшее образование, что получилось на практике. Видно, что у очень многих людей есть профессия, есть первое образование, то, которое хотели родители. Родители посоветовали, родители кого-то заставили, кому-то родители оплатили, пришлось идти учиться. И потом мы не работаем по профессии, потому что это было не наше желание. Поэтому очень важно, что когда мы берём своё личное желание и делаем его своей целью, тогда нам будет намного легче к нему идти. Второе – это вера. Вера в исполнение этой цели. Вы должны верить, что бы то ни стало. Я пройду через любое препятствие, но я очень этого хочу, поэтому я обязательно этого достигну. Понятно, что это желание должно быть совершенно реалистичным, потому что если мы, допустим, представим себе, что у нас есть доход, давайте так скажем, 10 тысяч евро у нас есть доход в год. Ну, к примеру, да, вот у нас всё хорошо, мы хорошо зарабатываем, у нас есть 10 тысяч. Я думаю, так, я сейчас себе визуализирую, что я за следующий год заработаю миллион. То мы понимаем, что это нереалистично, если в нашей жизни ничего не происходит, если у нас сейчас нет никакого миллионного контракта, мы не подписываем, то значит это немножко нереально, это сказка для нас, учитывая наши ресурсы, учитывая всё то, что у нас есть, это нереально. Но если мы скажем, что я хочу повысить свой доход в два раза, в два раза, это совершенно реально, понимаете? То есть вероятность исполнения нашего желания должна быть примерно 50 на 50 на начальном этапе. Потом мы смотрим, что мы делаем для того, чтобы этот процент увеличить. Но тем не менее, допустим, если у нас было, допустим, 10 тысяч, мы говорим, 20 тысяч хочу заработать, это нормально. Миллион – это немножечко ненормально. Или, допустим, человек говорит, я хочу похудеть на 20 килограмм, вот женщины меня поймут, я хочу похудеть за месяц на 20 килограмм. Ну, не будет такого. Это если человек не заболел, если он не сел на полную голодовку с заклеенным ртом. Но если мы ставим цель похудеть в месяц на 5 килограмм, мы понимаем, это совершенно реально, это не опасно для нашего здоровья, поэтому мы идём. То есть она должна быть реалистична, мы должны в неё верить и понимать, что да, она достижима. Также очень важно делать всё-таки свои желания немножко труднее, чем они есть. Ну, вот мы идём, допустим, у нас всё хорошо получается. И немножечко добавлять трудности для того, чтобы мы выходили из своей зоны комфорта, чтобы мы учились выходить из этой зоны комфорта, потому что мы понимаем, что сегодня мне для достижения цели всё-таки нужно преодолеть определённые трудности, потому что оно не бывает так, чтобы прям всё с неба падало. То есть мы понимаем, что к любому желанию, к любой цели мы идём через какие-то препятствия, в любом случае, это препятствия, это трудности. И если мы научимся выходить из зоны комфорта, то когда перед нами встанут какие-то более-таки сложные задачи, не зависящие от нас, то мы уже умеем преодолевать, мы умеем выходить из зоны комфорта, мы умеем перепрограммировать, мы умеем перепроложить маршрут, как говорит нам навигатор, когда мы куда-то ищем. Поэтому трудности, которые мы сами себе, усложняем какой-то путь, берём какие-то более сложные вершины, это хорошо, они нас закаляют и помогают развивать в нас упорство какое-то. Например, чтобы сделать то, что надо, потому что у нас есть цели, которые мы ставим, и они просто необходимы, нам их надо сделать. Хорошо, когда это наше желание, я это хочу, я это делаю, но мы часто сталкиваемся с тем, что мы делаем то, что нам надо. И если мы сумеем найти в этом надо хотя бы что-то, что соответствует нашему желанию «хочу», то мы тогда сможем сделать это с лёгкостью. И это очень важно, когда мы сами сумеем трансформировать вот то, что надо, в «хочу». Потому что, смотрите, когда у нас есть задание какое-то очень сложное, которое мы не хотим делать, это не наша мечта, то с чем мы сталкиваемся? У нас нет вдохновения, мы откладываем на потом, мы встречаем какое-то внутреннее сопротивление, у нас есть и лень, и апатия, у нас нет энергии, мы очень долго настраиваемся, потому что надо. Мы совершенно не видим никакой мотивации, мы это принимаем как какой-то долг, долг, обязательство. И это даёт и нам отрицательную эмоцию, и это затрудняет наш путь к нашей цели. Но если мы делаем то, что мы хотим, то, понимаете, вот мы придумали, я хочу вот этого достичь, мне очень это нравится. Тогда что происходит? У нас появляется энергия, у нас появляется радость, позитив какой-то, желание что-то делать. Нам не важно, что о нас думают. Мы идём, концентрируемся и идём через трудности к своему желанию. Поэтому здесь тоже и важно загадывать своё собственное желание, а не чьё-то чужое, идти к своей цели. И важно всё-таки находить «хочу» в этом сложном «надо». Дальше, следующее. Очень хорошо, когда мы эти цели записываем. Подробно во всех деталях мы записываем на бумаге, что мы хотим. То есть мы прописали цель, потому что, как говорится, незаписанная цель на бумаге остаётся всего лишь каким-то желанием, её просто нет. То есть нужно её записывать, прописывать, как говорится, делать посыл какой-то во Вселенную и ещё, как говорится, печать поставить. Когда мы на бумаге это записали, всё, тогда у нас достижимость повышается. Смотрите, допустим, если мы хотим большой дом. Вот мы говорим, я хочу большой дом. То что значит большой? Для кого-то большой дом – это три комнаты, потому что он полжизни живёт в однокомнатной маленькой квартирке с кухней, где могут поместиться только два человека. И трёхкомнатный дом – это будет большой. Для кого-то большой дом – это двухэтажный. Поэтому мы прописываем, что конкретно мы хотим. И мы можем прямо прописать во всех подробностях. Я хочу, чтобы это был большой двухэтажный дом, чтобы там была терраса, чтобы была веранда. Я хочу, чтобы у меня был подземный гараж на две машины. То есть полностью во всех деталях. Там столько-то, столько-то комнат. Я хочу, чтобы были окна до пола, от потолка до пола. Вот мы, когда мы всё это прописываем, мы чётко видим, что нам нужно делать. И мы тогда можем гораздо легче наметить план, как мы будем идти. Может, мы сами будем строить этот дом. И когда мы знаем, что нам надо два этажа, как строитель, он знает, сколько ему нужно заказать вообще-то камни. Если мы знаем, какой квадратурой будет в общей сложности дом, мы чётко рассчитываем, какой нам фундамент делать. А фундамент – это следующий шаг. То есть у нас есть прописанная наша цель. Мы знаем, какой мы делаем первый шаг. Это тоже очень важно. И также прописать пользу достижения этой цели. Вот то, о чём мы говорили. Вот эту значимость, эту выгоду. То есть есть выгода, есть мотивация. Нет выгоды – у нас нет мотивации к этому идти. То есть мы прописываем, что это нам даст, какие улучшения. Дальше мы анализируем ситуацию. То есть для чего это нужно? Мы, во-первых, анализируем, какие ресурсы у нас сегодня есть. С чем мы сегодня идём? Можем ли мы сегодня уже начинать? Или нам нужно что-то ещё? Какие-то дополнительные ресурсы, какие-то финансы, что-то ещё нужно сделать? То есть с чем мы можем стартовать? Чего мы уже достигли? Как мы к этому шли? Допустим, может быть, мы давно имеем это желание, допустим, тот же дом построить, и у нас уже есть какие-то накопления. То есть мы смотрим, что мы можем на эти накопления сегодня уже сделать на первом этапе пути к своей цели. То есть мы анализируем всё, что у нас сегодня есть. Даже то же самое, чтобы похудеть, мы сначала становимся на весы. Мы смотрим, какой вес у нас сегодня, и дальше планируем, что мы будем дальше делать. Далее мы устанавливаем срок. То, о чём мы тоже говорили в системе SMART. В обязательном порядке нам нужно проговорить сроки. То есть мы должны понимать, к какому дню, к какому году мы хотим завершить и прийти к своей цели. Потому что мы тогда на промежуточных этапах можем смотреть, насколько мы приблизились. У нас осталось вот столько времени, и что у нас, и какие у нас ещё остались дела. Либо мы прошли, вот потратили уже первый промежуток времени, что мы за это сделали, как мы движемся. Может быть, нам нужно переписать план. Может быть, нам нужно, опять-таки повторюсь, перепроложить наш маршрут. Мы должны в обязательном порядке понять, с какими препятствиями мы можем столкнуться, что нам нужно будет преодолеть. То есть мы понимаем, когда мы видим уже чётко цель, мы понимаем, через какие препятствия что нам нужно будет преодолеть для того, чтобы к нему идти. И прописывать, прописать эти свои препятствия. И тогда мы чётко поймём, ага, значит, у нас есть вот такое-такое-такое препятствие. чтобы преодолеть первое, мы делаем дополнительный маленький маршрут. И мы понимаем, нам надо сделать то-то, то-то, то-то для того, чтобы преодолеть первое препятствие. Потом дальше мы столкнёмся на следующем этапе со вторым препятствием. Опять мы прописываем, что нам нужно будет на втором этапе сделать для того, чтобы столкнуться со вторым препятствием. То есть это мы все равно прокладываем тот путь к своей цели, который мы будем проходить за определенный нами временной период. Но легче будет приложить этот маршрут, если мы четко будем понимать, с чем мы столкнемся и определить, какие дополнительные знания или ресурсы нам понадобятся. Возможно, нам придется с кем-то, у кого-то чему-то поучиться. Возможно, нам придется прочитать какую-то литературу, то есть поговорить с какими-то экспертами. Мы понимаем, что поговорить с экспертами, прочитать дополнительную литературу – это тоже определенные задания, которые мы сами себе даем на пути. И это тоже определенные цели, под цели, так скажем, которые мы тоже должны достичь. То есть мы должны будем это проделать. И если мы будем уже пропишем наперед, какие нам нужны дополнительные знания и ресурсы, мы четко опять-таки сможем понять, какие мы шаги дальше делаем. Возможно, нам понадобится помощь каких-то людей. Мы не сможем к этому прийти сами. Тогда мы определяем, какие люди или какие организации, помощь каких людей нам потребуется. И тут существует три закона, когда мы обращаемся уже за помощью к кому-то. Здесь существует три закона. Первый закон – это закон возврата. Что посеешь, что и пожнёшь. То есть либо мы идём к тем людям, с которым у нас хорошие взаимоотношения, с которым мы когда-то помогли, и мы можем смело к ним обратиться уже за помощью. Потому что мы понимаем, что да, этот человек мне не откажет. Когда-то я ему действительно очень помог, сейчас у нас очень хорошие приятельские отношения, и он с удовольствием мне отплатит. Он даже, может быть, ждёт этого момента, когда бы он готов был бы тебе помочь. Когда мне понадобится помощь, он прям ждёт, чтобы в благодарность. Либо наоборот, мы можем предложить какой-то бартер. То есть как по закону компенсации. То есть мы можем предложить какой-то бартер. То есть мы какое-то дело, вот каждое действие получает равный ему по силе отклик. Может быть, мы идём сразу на сделку. Давай вот я тебе в этом помогу, а ты мне в этом помогай. То есть здесь чётко закон компенсации для того, чтобы потом никто не чувствовал себя никому в долгу, ни перед кем не оказаться потом в долгу. Потому что это тоже очень важно. Наше моральное состояние, когда у нас всё хорошо получается, нам помогают, но мы в то же время понимаем, это не висит на мне каким-то долгом, что я что-то должен сделать теперь. И вот я уже думаю, как бы мне найти для этого времени, время ресурса. Я сейчас занят своим делом. Поэтому об этом тоже очень важно договориться заранее. Возможно, он вам скажет, ты давай, вот я тебе сейчас помогаю, ты строй свой дом, а потом, когда уже ты построишь, я через год буду тоже заниматься чем-то, в чём ты мне сможешь помочь. Ну, к примеру, да, вы можете договориться, что вы не сейчас ему там должны отплатить, да, а что вы потом это сделаете. Но у вас есть договор, и у вас есть просто моральное спокойствие. Вы тогда в хорошем расположении духа идёте дальше. Да, вот. И закон услуги. Ещё исключается закон услуги. Брайан Трейси говорит, что это тоже очень важно, когда мы стараемся отдать больше, чем получить. Если мы умеем отдавать больше, чем получаем, то нам это тоже, как говорится, воздастся. Да, то есть люди всегда с благодарностью откликнутся, если мы умеем оказывать людям дополнительную услугу. делать больше, чем обещали, дать больше, чем у нас просят. Я согласна с этим, да. Потому что когда... Когда, когда... Сейчас я... Когда, допустим, мы работаем по найму, это очень легко проследить, когда мы работаем по найму и хотим, чтобы нам повысили зарплату, то мы не приходим к работодателю и не говорим, ты мне заплати зарплату, а я буду делать больше, да. Мы же, наоборот, стараемся показать себя, что мы хороший, ценный работник, что мы умеем ещё сделать там дополнительно тот и тот, и мы можем на себя взять какую-то дополнительную ответственность, и мы это берём и делаем и показываем начальнику, что, в принципе, по большому счёту, ну, я заслуживаю повышения зарплаты, да, или же мы, например, говорим, я могу сделать вот это, 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 пожалуйста, да, я вот у меня получается, я уже там выручал вас, я выручал там коллег своих, я вообще могу на себя полностью взять эту работу, но я бы хотел повышения, да, потому что вот вы видели, как я это выполнял, вот, то есть когда мы даём больше, когда мы показываем, что мы способны на больше, тогда мы после этого, вот как раз-таки по этому третьему закону мы получаем больше. Вот. Также сейчас, когда мы уже всё проговорили, все детали, мы создаём план, вот мы прописываем, да, свою цель и прописываем план, как мы будем идти, уже с учётом того, что мы рассмотрели свои ресурсы, с учётом того, что мы рассмотрели, что нам дополнительно нужно для этого, мы прописываем план, как раз-таки вот тут мы и прописываем, на каком этапе, что мы ещё будем делать, да, чёткий план. Мы этот план можем писать изначально, прочитать, просмотреть, нам что-то не понравится, переписываем, либо мы начинаем, всё, мы пошли, пошёл отчёт времени, мы начинаем что-то делать, мы всё, мы пошли, поэтому пути к своей цели, но мы вдруг столкнулись с непредвиденными какими-то обстоятельствами, которые мы не предполагали, которые мы не учли. Ничего страшного, принимаем решение, переписываем этот план и идём дальше. То есть мы можем его переписывать несколько раз до тех пор, пока он не будет прям вот совсем идеальный. Мы можем квалифицировать какие-то, сделать свои задания, их расписать по приоритетности, да, мы можем классифицировать по приоритетности. Короче, мы можем переписывать этот план до тех пор, пока он для нас не станет идеальным. Дальше визуализация. Вот мы увидели в плане и визуализация достигнутой цели. Это очень важно. Сидите и представляйте себя в этом уже построенном двухэтажном доме. Ходите мысленно по всем комнатам, посмотрите, как в ваших комнатах, какой будет интерьер, какая у вас в этих комнатах будет расставлена мебель. То есть представляйте всё, загорайте там, не знаю, пейте кофе на террасе, загорайте в своём собственном шезлонге на берегу своего собственного пруда. Мысленно полностью рисуйте эту картинку, наслаждайтесь, любуйтесь каждым уголком, пропускайте всю эту эмоцию через себя. Вот всё, представьте, что вы прямо там и всё. Мы, например, когда-то мечтали, что как хочется выполнять работу, как хочется выполнять, зарабатывать тем, что тебе нравится. То есть самая большая мечта человека – зарабатывать много, но при этом выполнять любимую работу. Вот это вообще идеально, когда мы зарабатываем, выполняя то дело, которое нам нравится. Как говорится, мы можем ходить на работу, которая нам не нравится, если нам за это хорошо платят. Мы готовы мириться с тем, что мы выполняем какую-то, может быть, автоматическую работу. Либо совсем душа не особо лежит, но я готов. Вот я себя настраиваю, я там 6-8 часов буду выполнять то, что мне не нравится, но я знаю, это компенсируется тем, что я получу очень хорошую зарплату в другом месте, пока у меня других возможностей нет, поэтому я это делаю. Но всегда остаётся мечтой получать очень хорошую зарплату, выполняя ту работу, которая больше всего нравится. сделать хобби своей работой – это вообще идеальная мечта многих людей. Поэтому, когда мы нарисуем и будем наслаждаться вот этой картинкой, у нас тоже получится так, что мы будем делать то, что нам очень нравится. И в нашем случае, вот почему мы сегодня здесь, мы рабочая группа, приехала в Эстонию, мы сняли отель на 3 дня, и мы работаем, находясь на пляже, например. Мы обговариваем какие-то рабочие моменты, но при этом мы отдыхаем. И мы тоже говорим, смотрите, как здорово. Мы когда-то мечтали работать и получать от этого удовольствие. И вот у нас сейчас получается, что мы говорим, а мечты-то сбываются. Мы, девчонки, мы сейчас собрались, мы отдыхаем, но в это же время мы работаем, мы выполняем работу, мы выходим на связь, мы ведем вебинары, то есть все равно мы все это делаем с удовольствием. Это очень важно, когда мы это делаем с удовольствием. И 12 этап, как говорится, дайте себе обещание не сдаваться и дойти до конца. То есть не сломаться, не испугаться каких-то трудностей, пообещайте себе, что вы в обязательном порядке найдете дополнительные ресурсы, найдете дополнительные силы, что вы перепишете план, что вы, может быть, отодвинете сроки, если вы не будете помещаться. Но дайте себе обещание, я не сдамся, я дойду до конца. Я сделаю все, что на любом этапе, любой трудности, я смогу перепланировать, я смогу справиться, я смогу преодолеть. И когда мы будем верить в себя, что мы дойдем до конца, упорно верить в себя, то мы дойдем до этой цели. Как говорится, вот это наше упорство, наша сила воли, наверное, вот это и есть мера веры в себя. А если мы верим в себя, то, естественно, мы дойдем до этого, до этой цели, до конечного этапа. И, в принципе, мне хочется всем вам пожелать, чтобы вы могли правильно поставить цель, чтобы эта цель была ваша, чтобы это было вашей мечтой, чтобы вы смогли свою мечту сделать целью. И пройдя по всем этим этапам, все-таки дошли, достигали этой цели, чтобы с легкостью все у вас получалось. И чтобы верили всегда в себя. И есть такой метод, наверное, сделать карту своих желаний. То есть мы можем прописать все свои желания, вот визуализировать все желания. Пусть это сначала не наши цели. Мы сначала, сейчас мы говорим желание. Я хочу того, того, того. И мы пишем, в каких направлениях, вот здесь дается, как такая схемочка, в каких направлениях я хотел бы достичь чего-то там. В одном направлении этого, этого, это там. В финансах я хочу быть там богатым. И вот мы прям визуализируем, что именно мы хотим достигать, когда у нас будет вот это количество денег, которое, допустим, мы запланировали. Чего мы хотим достичь в карьере, в развитии, в своем путешествии. То есть мы прям разбиваем на сектора, да, и прям клеим какие-то картинки. Может быть, это наши фотографии. Может быть, это картинки, вырезанные из журналов красивые, яркие. То есть мы в центре клеим свою фотографию. И я и пишу, я буду счастлива, или я счастлива, да, в настоящем времени делаем. Я счастлива, и вокруг меня вот все то, чего я хочу достичь, где я хочу побывать. И все вот эти красивые картинки мы делаем. И это тоже своего рода и визуализация, и посыл во Вселенную, да, когда мы свои мечты реализуем, превратив их в цели. Потому что мы сейчас, когда мы увидим эти все картинки, мы уже четко можем поставить каждую эту картинку, сделать своей целью и прописать. Мы знаем прямо все методы, как прописать вот эту дорожку к этой цели. И сегодня, сегодня так получилось, что в рабочей группе есть спикер из Вильнюса, из Литвы. Это Иланта Баркай-Тене. Она тоже ведет свои вебинары. И когда я сказала, что я вот сегодня буду говорить о целях и о желаниях, она предложила, ну, то есть мы решили так, мы вместе, совместно пришли к тому, что мне бы хотелось, чтобы она рассказала свою позицию о желаниях. Вот как мы загадываем желания, как бы даже вот эту карту желаний, чтобы сделать, оказывается, тоже нужно к этому подойти очень серьезно. И она сейчас вам расскажет, ну, свой взгляд на это, да. Я сейчас, мы поменяемся просто с ней местами, я ее пущу прямо в камере, и она поделится с вами своей информацией. Все, встречайте. Иланта. Так, добрый день. Добрый день, дорогие партнеры, дорогие единомышленники, друзья. Я надеюсь, меня слышно. Мы поменялись местами с любовью. И надеюсь, что все у нас идет хорошо дальше, да. Надеюсь, что все нормально. И я благодарю Любу за представление. И я тоже слушала ее презентацию. Она прекрасно раскрыла эту тему. И я только хочу дополнить такими несколькими практическими моментами. Я надеюсь, что это будет вам просто так, ну, как бы полезно. Каждый человек на этой земле рождается со своими талантами, своими способностями, чтобы сделать свою жизнь более радостной, чтобы впустить радость в свою жизнь и чтобы украшать этим мир. И как раз через желание мы выявляем свои лучшие и сильные стороны. И именно через желание мы узнаем о себе больше, что мы можем, что мы можем достичь. Именно желание показывает наше направление. И я хочу вам сказать, что таланты — это не только таланты петь или танцевать, или рисовать, или там говорить, быть политиком. Каждый из нас, я уверяю вас, без исключения, у нас есть много талантов. Например, талант выслушивать людей, выслушивать друзей. Талант играть с детьми, талант водить автомобиль, талант просто радоваться жизни. И талантов у нас действительно очень-очень много. И поэтому никогда не говорите, что у вас нет никаких талантов, нет никаких способностей. И не сравнивайте себя с другими, потому что каждый уникален и каждый сотворён воплощать в жизнь другие цели. И вот как раз про желание я начала говорить. И сейчас самое главное, как определить, что желание, оно истинное. И сейчас вот такой маленький практический момент. Представьте себе какое-нибудь своё желание. Это может быть самое маленькое желание, или может быть там действительно огромная, большая мечта. Неважно. Просто представьте, что оно сбылось, что это желание уже сбылось. И сейчас надо это прочувствовать. Как вы себя чувствуете в том моменте, когда желание исполнилось. И вот это очень важный индикатор, истинные ли ваши желания. И вот представьте себе, смоделируйте эту ситуацию, чтобы это уже как бы уже сбылось. И представьте, вот прочувствуйте, да? И что вы чувствуете? Чувствуете ли вы радость или тревогу? Комфорт или напряжение? Лёгкость или сопротивление? А я даю вам просто такую маленькую паузу, да? И просто вот сделайте это. Как вы себя чувствуете в этом исполненном своём желании? И если это желание истинное, оно идёт от души, тогда всё будет у вас… Этот путь к исполнению желания будет очень лёгок. А если это от того, что вот как говорила Люба, да, что надо что-то сделать, да, это ум нам подсказывает, что вот именно это вы должны сделать, вы обязаны что-то сделать, да? Вот именно здесь вы, если вот хорошо прочувствуете, вы почувствуете вот это сопротивление и именно вот такую тяжесть и может быть даже вот такое напряжение, да? И когда желание совпадает с программой вашей души, оно исполняется легко, изящно и изысканно. И я могу уверенно сказать, что все желания исполняются, сбываются 100%. Об этом ещё поговорим. Многие говорят, а у меня нет желаний. Как с этим мне быть? Действительно, желания сбываются. Это не проблема, это даже не вопрос. Когда мы знаем механизмы, когда мы знаем просто, как это сделать, как это всё реализовать, это действительно не сложно. А вот самое сложное, наверное, для многих людей – это именно знать, чего они хотят. И как с этим быть в такой ситуации? Я поделюсь своим опытом, и это опыт не только мой, я тоже когда-то услышала, попробовала, и сейчас вот хочу поделиться с вами. Если мы не знаем, чего хотим, мы хотим узнать это. Каждый день очень полезно, каждый день писать, делать такой список желаний, своих целей. И я это когда начала, мои желания были такие, может быть, примитивные, может быть, такие незначимые, и их было очень мало. И очень хорошо, когда мы пишем эти желания, ну, как минимум 10 каждый день, неважно, это утро или вечер, но главное, чтобы каждый день. И я вот когда начала, у меня были очень такие небольшие желания. И потом как-то это само собой получилось, что каждый день я раскрывала себя через мои желания и мои цели. и каждый день у меня их появлялось всё больше и больше, и они становились более важными, более такими, более большими, да, может быть, так сказать. И потом я поняла, что это просто не заканчивается, этот список просто не заканчивается. Мы можем каждый день писать те же самые желания, можем дополнить их новыми, но мы через это раскрываем свои способности и свои таланты, и своё направление, как бы программу души. И потом вы увидите, что эти желания начинают исполняться, потому что, когда мы берём ручку, мы берём тетрадь, бумагу, да, и пишем это программирование. Мы программируем исполнение этих желаний. И Вселенная, она через это вот наши списки, через эти действия, она слышит нас, слышит и исполняет наши желания. И вот потом, вы даже и не заметите, может быть, но жизнь преподносит нам возможности. Это приходит через других людей, через какие-то ситуации. То есть вот мы чего-то желаем, и нам преподносят возможности исполнить эти желания. И вот тогда очень важный момент наступает. Замечаем ли мы эти знаки и возможности? И решаемся ли мы воспользоваться этими возможностями? И вот здесь очень важно тоже понять, что вот именно в этот момент желание, если мы делаем какое-то действие, мы воспользовались возможностью, мы приняли какой-то знак, мы сделали какой-то шаг. И вот именно здесь желание превращается в намерение. А вот именно намерение — это желание плюс наше какое-то действие. И это как раз вот тоже, как говорила Люба, что надо делать какие-то определённые шаги. И вот мы, когда услышали этот, поняли этот знак, мы приняли его, мы сделали шаг навстречу этой возможности. И тогда вот это исполнение желания, этот путь к этому, он и начинается. И насколько вы готовы делать конкретные шаги, делать какие-то выборы в жизни, это и будет проверкой, ещё раз проверкой на истинность ваших желаний. Так что вот делайте какие-то... И ещё хочу сделать такую пометку, что когда мы пишем про свои цели каждый день, это обязательно надо писать в настоящем времени, как будто это уже сбылось. И вот тогда просто проследите, что происходит в вашей жизни. И вот желание происходит ли это от души, то есть прочувствовали, что это истинное желание. И если это вам как будто поднимает какую-то тревогу, значит, это от ума, это просто вы обязаны сделать. И я понимаю, что многие скажут, что ну как же мы же обязаны что-то делать в жизни для других, и то, что нам не нравится, тогда просто принимайте это как не то, что вам это сложно или трудно, просто принимайте это как необходимость и превращайте это в какое-то для себя удовольствие. То есть не сопротивляйтесь этому. И вот ещё про то, как дети это делают. Я сейчас вам предлагаю вспомнить детство и поиграть вместе с собой, вместе с детьми, как мы играли в детстве. Например, вот мы играли во что? В доктора, в учителя или в какие-то ещё другие роли. И да, мы хотели стать доктором, и мы играли в это. Именно игра позволяет нам воплощать наши мечты. И мы не думали, как мы выглядим, просто мы чувствовали это, мы выражали это изнутри, что я доктор, я учитель, я там космонавт. То есть мы это чувствовали, прочувствовали, выражали. И такой практический совет. Каждый день выделяйте несколько минут, 10 минут, 5 минут, сколько можете, садитесь и выражайте то, что хотите прожить. Вот это выражение. Вот я сижу, например, я хотела тоже выступать на вебинарах, вести вебинары. Конечно, опыта у меня когда-то и не было, и это получалось довольно-таки трудно мне. Но вот я садилась и выражала то, что я вот это делаю, и как я чувствую. Вот именно чувство, это первичное. И вот тоже попробуйте это сделать. И это тоже приходит, это реализуется, материализуется. И сейчас я не буду затягивать много времени, я просто поделилась несколькими такими моментами. И сейчас только хочу закончить свое выступление, такое недолгое, что как бы обобщить все, что я сказала, и пожелать вам, конечно, чтобы ваши желания исполнялись. И что для этого нужно? То есть, первое, записывайте свои цели в настоящем времени. Если у вас даже нету цели, даже нету никаких желаний, такой вот пассивный взгляд на жизнь, и если вы хотите выйти из этого, просто садитесь и записывайте, и вы увидите, насколько все поменяется. Второе, проверяйте это на истинность своих желаний, проверяйте, именно прочувствуйте, прочувствуйте это и проверьте, истинное или нет. И не пропускайте возможностей и знаков, которые потом вам Вселенная будет подавать. И самое главное, следите за своими мыслями. Именно через мысли проявляются ваши, реализуются ваши какие-то моменты в жизни. Мысль — это как неосознанное желание, это как приказ Вселенной. Вот представьте, вот я встаю утром и думаю, ой, опять надо будет что-то делать, неприятно, надо пойти туда, надо пойти туда. И как-то уже настраиваюсь, что это будет как-то не очень приятно. И понимаете, я уже даю приказ Вселенной, что это будет действительно неприятно. А мы встаем, и мы как белый лист бумаги, что какая мысль появится, такая запишется на этой бумаге. Так что следите за своими мыслями, обязательно они должны быть только позитивны. И заканчивая, хочу сказать, вы каждый из вас уникален, уникален своими талантами, уникален своими способностями, своими поступками, своими мыслями. И я вам желаю, чтобы вы своей уникальностью преобразовывали мир, сделали мир для себя в первую очередь лучше, радостней, и чтобы ваш мир менялся, тоже становился светлее, интереснее и радостнее. И я на этом с вами прощаюсь, благодарю за такой экспромт любу, и желаю вам, чтобы ваши желания истинные, исполнялись. И еще я тогда меняемся местами. Большое спасибо, Йоланте, огромное спасибо. Она так интересно рассказала о своих желаниях, и теперь мы понимаем, мыслить нужно осторожно, говорить нужно осторожно, потому что все действительно сбывается. Иногда бывают такие вещи, когда ты не успел сказать, оно уже сбывается. Не будем далеко ходить. Сегодня мы в состоянии какого-то блаженства лежали на пляже, и одна из коллег сказала, как хорошо, как здорово. Мы получаем удовольствие от того, что мы занимаемся рабочим процессом. Мы обговариваем очень серьезные вещи, находясь в таком расслабленном состоянии. Море есть, солнце есть, я еще хочу радугу. Мы говорим, ну какая может быть радуга, если здесь солнце, если здесь такая хорошая погода. Для радуги нужен дождь. Она говорит, ну пусть пойдет дождь, потому что я хочу радугу. И между прочим, через несколько минут пришла туча, пошел дождь. Мы, правда, ушли с пляжа, и мы не видели радугу, но, скорее всего, она обязательно где-то была. То есть, да, вот это то, о чем сейчас сказала Йоланта. Когда мы проговариваем что-то, мы об этом очень хорошо думаем. С чего мы начинаем день и какой мы даем посыл во Вселенную, потому что наши желания исполняются. Я желаю всем, чтобы ваши желания исполнялись, чтобы ваши мечты исполнялись, чтобы вы все, мы все умели любое свое желание сделать четкой целью. И если оно нам не падает с неба, то мы четко знаем, как нам к нему прийти. И мы знаем путь, мы можем его наметить и пройти, и достичь своей цели, и таким образом исполнение своих желаний. Я благодарю вас за внимание. До следующей встречи. Следующая встреча будет в следующий четверг, и мы поговорим о нашей второй задаче, о составлении списка контактов. Всего хорошего. Всем желаю хорошего вечера и до новых встреч.